Ну, естественно, каждый человек считает, что он больше всего подходит на эту роль. Этому есть некоторое метафизическое обоснование. Дело в том, что человек, как биологическое существо, он рассчитан на существование в такой стае, примерно из 30-100 особей, которая в достаточно демократических принципах устроена. Там есть самцы-охотники, которые занимаются кооперацией, там нет резкого доминирования одного человека. Они охотятся, и у них меняются роли, как у волков. А с другой стороны, женщины, у них есть свой сектор деятельности, связанный с собирательством, с поддержанием очага. Они тоже имеют право голоса. И поскольку они в основном занимаются воспитанием, они прививают такое вот уважительное и почтительное отношение к самкам. Поэтому человек природный демократ. Он рассчитан на демократическое устройство. У него нет такой мощной иерархии физической, как, например, у бабуинов, где молодой самец и старый самец, они в несколько раз отличаются по силе и росту и так далее. Но одновременно человек хомо сапиенс, то есть человек разумный. А разум основан на абсолютном диктате интеллекта и, в общем, на коротких приказах. То есть, если вы хотите выпить чай, вы даете команду своим органам, они берут, значит, берут чайник, берут стакан, наливают чай. И если человек как-то что-то это обсуждает и как-то, значит, пытается дискутировать с собственными руками и так далее, ну, он, наверное, тяжело болен. Вот. И менеджмент у нас, ну, он тоже на коротких приказах, как правило. Вот. Поэтому человек одновременно, он такой абсолютный диктатор, он привык командовать, прежде всего, командовать сам собой, своим телом. Одновременно, вот он такой демократ. Ну, вот возникает такая дилемма. Поэтому человек говорит, ну, вот надо демократически избрать царя, там, кого-то, чтобы были выборы, агитации, а потом, ну, кого выбрать? Ну, конечно, не его, а кого же. Я, если говорить серьезно, к идее восстановления монархии в нашей стране отношусь крайне плохо, потому что это, значит, включаться в систему западноевропейской аристократии, где русские все позиции давно потеряли, и их просто там будут обманывать как детей. Ну, их, собственно, и так обманывают. Ну, путь восстановления монархии – это же, видимо, такой путь для того, кто задал этот вопрос, путь к восстановлению какой-то справедливости, исторической преемственности и так далее. В данном случае это путь в никуда.